Друзья, всем привет! С вами Сергей. В преддверии Нового года в магазинах проходили различные акции и скидки. В связи с этим приобрел себе новый станок в мастерскую. Сегодня сделаем небольшой обзор, распаковку, затронем технические характеристики, ну и конечно же попробуем его в работе. Ну а что за станочек, сейчас покажу. Всем приятного просмотра, поехали! Итак, станок поставляется вот в такой коробке, длина почти полтора метра, а вес данной коробки составляет 75 килограмм. Давайте откроем и посмотрим, что там внутри. Здесь у нас находится рабочий стол и комплектующие, а также много пенопласта. Я считаю это огромным плюсом. Смотрите, какой рабочий стол огромедный. Это все чигунино и очень-очень тяжелое. По размерам я вам скажу чуть позже. Сейчас уберу все комплектующие, мы их чуть позже рассмотрим, и уберу верхний слой пенопласта. Так, убираем пенопласт. Я думаю, многие уже догадались, что это за станочек. Друзья, ну и вот сам станочек. Смотрите, как все красиво запаковано. Это у нас напольный сверлильный станок от компании GIB. Модель называется DP-15VL. Посмотрите, какое здесь основание. Сейчас я его достану и покажу вам поближе. Так, ну и вот само основание под наш сверлильный станок. Основание довольно-таки тяжелое. Все это чигунино, качественно покрашено. И сейчас вам скажу о размерах. Длина 550 миллиметров и ширина 380 миллиметров. Ну а теперь давайте установим на данное основание колонну. Диаметр колонны составляет 72 миллиметра. Толщина стенки чуть больше 2 миллиметров. Установил колонну на основание и теперь закрутим 4 болта, которые идут в комплекте. Тоже смотрите, болты вороненые под цвет станины. И хорошенько все это дело протянем. Теперь установим ручку опускания и поднимания рабочего столика. Устанавливаем и затягиваем шестигранник. Кстати, шестигранники идут в комплекте. Теперь установим ручку фиксации поворотного столика. А также ручку фиксации и опускания и поднимания столика. Итак, вот все, что мы собрали. И сейчас нужно будет установить сюда голову. Да, друзья, тяжеловато за мной не повторять. Нужно вдвоем обязательно устанавливать. После установки головы нужно затянуть два винта под шестигранник. Теперь установим ручки. Здесь есть специальные прорези на ручках и не забываем протянуть, чтобы они не откручивались в дальнейшем. Далее установим блок аварийного выключения станка. Также здесь устанавливается и защитный щиток. Крепится все это на два винта. Ну и сразу установлю защитный щиток. Сначала откручиваем винт, затем вставляем уже в паз. Здесь винтом регулируем подъем-опускание данного щитка. Также с этой стороны нужно установить ручку скорости регулировки вариатора. Также не забываем протянуть. Вот очередь дошла и до рабочего столика. Устанавливаем. Как видим, он здесь поворотный. И фиксируется. Размер рабочего стола составляет 306 на 306 миллиметров. И комплектуется вот такими тесочками. Угол наклона стола регулируется при помощи данной шкалы. Максимальный угол наклона составляет 45 градусов. Либо в одну сторону, либо в другую. Ну и чтобы наш станочек сверлил, нужен патрон, который идет в комплекте. Все в смазочке. Смотрите, как все добротно сделано. Сверло зажимает от 1 до 16 миллиметров. Установим конус в патрон, а затем уже в сверлильный. Все готово. Друзья, вот так станок выглядит в собранном виде. С одной стороны. Здесь у нас панель управления. И вот так выглядит с другой стороны. Друзья, прежде чем мы затронем технические характеристики и запустим данный станочек, хотелось бы рассказать, почему я именно приобрел данный станок. Первый плюс это то, что станок поставляется с вариатором. Для меня было это очень важно. И второй, это огромный плюс, то, что скорость шпинделя здесь варьируется, внимание, от 240 до 2750 оборотов в минуту. Достигается это за счет того, что здесь кроме вариатора еще есть двухступенчатая ременная передача. О ней я чуть позже поговорю. Ну а теперь, что касается двигателя. Двигатель здесь осинхронный, мощностью 750 ватт. Потребляемая мощность у него 1125 киловатт. Опусковой ток 5 ампер. Также огромным плюсом считаю, что здесь натяжка ремня происходит за счет вот этого рычага. Все, что нам нужно, это открутить два винта барашка с двух сторон, натянуть ремень и снова затянуть винты барашки. Все, ремень у нас натянут, никакие монтировки, ничего не нужно, считаю это тоже огромным плюсом. Ну и теперь давайте рассмотрим сам вариатор и клино-ременную передачу, про которую я говорил ранее. Сам вариатор выглядит следующим образом. Здесь у нас два шкива. И здесь, как я уже говорил, двухступенчатая ременная передача. То есть, если у нас ремень в нижнем ручье, у нас достигается самый минимум оборотов шпинделя. Это 240 оборотов в минуту. Если мы ремень перекинем на один ручей вверх, то у нас будет достигаться самая высокая скорость шпинделя. 2750 оборотов в минуту. Ну а теперь давайте включим. И я вам покажу, что именно данный станок обладает такой низкой скоростью шпинделя, а именно 240 оборотов в минуту. Итак, включаем. И сейчас уменьшаю обороты. Как видим, 240 оборотов в минуту. Ход шпинделя здесь 102 миллиметра. Максимальный диаметр сверла составляет 16 миллиметров. Патрон B16. Также имеется регулировка сверления глубины. Выставляем по шкале нужную нам глубину сверления. Затягиваем и сверлим. Максимальное расстояние от шпинделя до столика, когда он у нас в самом низу, составляет 750 миллиметров. А расстояние от шпинделя до основания составляет 1240 миллиметров. Еще раз повторюсь, эти размеры от шпинделя, а не от патрона. Если брать с патроном, то где-то минус 100 миллиметров получается. Регулировка вариатора осуществляется при помощи данного рычага. Сразу хотел сказать, что регулировку производить только на включенном двигателе. Включаем станок и затем уже поворачиваем рычаг в нужное нам направление. И выставляем нам нужную скорость вращения шпинделя. С лицевой стороны мы видим клавишу включения-выключения станка. Здесь у нас имеется циферблат, который показывает количество оборотов шпинделя. А также клавишу включения-выключения лазера. Здесь у нас находится клавиша экстренного выключения. Что касается лазера, то здесь он довольно-таки яркий. То есть даже если много падает света на заготовку, все равно лазер видно. Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать, то что станок имеет вот такую лампу. Включается при помощи данного тумблера. Большим плюсом считаю, что данная лампа имеет цоколь Е27. То есть если вам будет мало света, вы можете поставить более мощную лампочку. Ну а теперь давайте поработаем. Установлю сверло пятерочку и попробуем посверклим. Для начала возьму трубу 40х40 со стенкой 2 мм. Включил подсветку, лазер. Добавим немного охлаждающей жидкости. И пробуем. Есть у меня вот такая полоса, толщина 5 мм. И попробуем уже поработать с ней. Тоже, как видим, без проблем справляется со своей задачей данный станочек. Теперь поработаем с деревом. Для этого установлю сверло фостнера на 35 мм. Установлю подложку. Брусок возьму обычный, ель. Смотрите, даже не почуял. Брусок 50 мм. Ну а теперь возьмем дуб. Вот здесь как раз сучок находится. И попробуем просверлить дуб. Как видим, с дубом тоже справился на ура. Да, было чуть потяжелее. Но опять же, здесь рычаги огромные. Можно надавить прям с большой силой. А так справился, конечно, отлично. Друзья, вот такой вот получился небольшой обзорный ролик. Станочком я доволен на 200%. Да, в процессе работы, возможно, будут выявляться какие-то косяки. Но о них я вам обязательно расскажу. В ближайшее время также планирую сделать для него отдельный столик из фанеры. Чтобы сверление происходило еще более точно. Ну а на этом будем заканчивать. Напишите в комментариях, работаете ли вы на таком станочке. Возможно, у вас есть станок другой марки. Как он себя зарекомендовал. Всегда рад вас выслушать и ответить на ваши комментарии. На этом все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всем пока. До новых встреч.